Теперь единственное, что нам осталось, это рассмотреть, как для данного фрагмента карты импортировать нам какие-то геопространственные данные. У вас для примера будут данные об объектах города Google Places. И давайте их привяжем к нашей территории. Аналогично задаем путь к файлу. Вот таким образом у вас он будет называться, лежать в какой-то папке. После того, как мы задали этот путь, нам нужно прочитать файл. Read файл. Мы получаем построчно, что у нас внутри содержится. Это файл вот такой структуры. Где конкретно этой версии у меня не содержатся заголовки. Первый столбец – это ID, второй – имя, третий столбец – это долгота, точнее широта, потом долгота, затем идет тип и категория. Типов в этом наборе данных около 100, категории 17, если не ошибаюсь. После того, как мы прочитали файл, нам нужно отделить отдельные его значения. Разделитель у нас точка запятая. Текст сплит. Задаем точку запятой. Теперь каждая строчка у нас идет отдельным подсписком. Мы получили дерево. Дерево табличного вида. В каждом подсписке на каждой ветке у нас равное количество элементов. Поскольку всего 6 столбцов и вот, соответственно, 6 элементов в каждой строчке. Первый еще нулевой – это ID, имя – первый, второй, третий – это широта и долгота. Широта и долгота – это как раз те самые данные, которые нам позволят визуализировать в пространстве наши точки. Давайте активизируем, выключим вот этот виджет. Вскроем всю ту геометрию, которая не касается векторов на плоскости. Я рекомендую включить вот этот виджет «Don't draw any preview geometry» для того, чтобы выделить всю вот эту геометрию и отключить ее видимость. Поскольку, если мы ее вот так вот выделим, не включив этот виджет, то она у нас будет визуализироваться, просчитываться видеокартой и займет какое-то время. Вот такой вот способ позволяет этого избежать. Итак, для того, чтобы перейти от географическим координатам к пространственным для нашей модели, у нас на вкладке с L есть дополнительный компонент, ссылку на который я вам скидывала и добавлю в описание к этому видео. Здесь мы можем перевести конкретную широту и долготу точки, задаваясь тем диапазоном, который нам уже известен при загрузке OpenStreetMap. Здесь на выходе у нас диапазон долготы. Здесь на выходе у нас диапазон широты. Те же самые диапазоны, которые мы использовали для того, чтобы определить границы рельефа. На выходе здесь у нас получился прямоугольник, и он нам потребуется для того, чтобы отфильтровать все точки, что у нас имеются, поскольку объектов Google Places 28000, это для всего города целиком. Теперь вычленим, указывая индекс, широту и долготу. Вот все точки нашего набора данных для всего города. Отфильтруем, оставив только те, что в границах нашей территории. Point in curve. Здесь мы задаемся границами. Фильтруем точки. На выходе получаем паттерн True, False, True, False. Точнее 0, 2. 2 – это если внутри региона находится точка 0 снаружи, а единица – на границе. Даже если находится на границе, нам это подходит. Преобразуем этот набор данных в булиновский. То есть если 0, то это False, если больше единицы, то True. И фильтруем точки по полученному паттерну. Вот у нас остались только те точки, что находятся внутри региона. Теперь указав индекс 1, мы создадим список имен и отфильтруем полученный список имен. На выходе у нас в моем случае 1700 объектов, как точек, так и имен. Создадим подпись. Текст так, так 3D, Location – тот текст, который пишем. И размер. У нас миллиметры, поэтому Size задаем достаточно большие числа. Таким образом мы можем посмотреть, что в тех или иных точках находится. В некоторых точках содержится несколько объектов, и они накладываются друг на друга. Кластеризацию точек мы можем выполнить, используя стандартные инструменты Grasshopper Metaballs. Это Balls, который строит изолиния для некоторого множества точек, обладающего некоторым зарядом. Сдаем множество точек сюда. Преобразовываем дерево в список. У нас точки должны быть единым списком. И здесь нам теперь нужно опытным путем подобрать параметр. Вот этот параметр. Должен быть достаточно маленьким. Преобразовываем дерево в списке. 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 а также нужно задать параметр точности для того чтобы сглазить сгладить границы наших метаболов задаем в миллиметрах проверю вот порядка слишком маленький тоже не сдаем потому что будет слишком долго считать вот даже 1000 миллиметров он считает полсекунды увеличу ну и кроме того эти формы они построены поле линиями их конечно можно сгладить перестроить таким образом нерпсков на входе в периодик сайт будет true вот гладенькие кривые таким образом у нас получились области кластеризации точек меняя параметры в метаболах мы можем эти области кластеризации увеличивать и смотреть каким образом распределяются точки притяжения на той территории которые мы выявили для анализа